Парламентская форма правления Парламентская форма правления Парламентская форма правления Насколько это случайно, не случайно, я не знаю, как это получилось. Может быть, кого-то случайно мимо президента назначили. Я знаю, что все должности согласовываются так или иначе. Лидерами фракциями они идут и согласовывают это все все равно с президентом. Любой министр, даже те люди, на которых намекал президент в своем выступлении, кстати, не называя имен, в любом случае проходили через его кабинет, через согласование с администрацией. Безусловно. Как, по-вашему, тогда можно трактовать этот посыл, который был адресован общественности, еще и в День независимости? Я не знаю, как будут трактовать это люди, но вы же знаете, у нас мой коллега Махтабек Юсупович, он поднимал вопрос, он хотел спросить у премьер-министра, кто на самом деле случайен, и как так получилось, что люди с улицы просто пришли и стали управлять нашим государством и без ведома главой государства. Это тоже интересно, на самом деле, это очень интересный такой вопрос, но пока на него мы ответа не получили. Много вопросов, но ответов, к сожалению, практически нет. Как вы оцениваете деятельность нынешнего министра энергетики? Почему министра энергетики? Потому что сейчас с этим многое связано, и мы знаем, вы писали письмо в адрес премьера по вот этой истории с трехфазными абонентами, с тарифами на эту электроэнергию. Энергетика у нас в кризисе однозначно, и любые, конечно, заявления министра энергетики, они будут восприниматься неоднозначно, будь они популярны, будь они непопулярны, будь они даже правильными, все равно население уже не будет понимать тоже министерство энергетики. Почему? Потому что за 23 года, к сожалению, было сделано все, чтобы породить недоверие к государственным органам, а в особенности к энергетикам. Нас постоянно заявляли в том, что будет хорошо, но получалось как обычно. Эту ситуацию, в принципе, года два назад можно было предсказать, когда у нас, наоборот, и с водой проблем не было, и с электрическим проблем не было, можно было потихоньку как-то накапливать эту воду. Но мы получили сейчас ту ситуацию, которую имеем. Я писал письмо премьер-министру о том, чтобы он ответил на ряд вопросов. Я почему это письмо написал, хотел бы просто пояснить тоже гражданам нашим. Я написал это письмо, чтобы убедиться, есть ли вообще свое личное мнение у премьер-министра по данному вопросу, либо его мнение просто продиктовано мнением Министерства энергетики. И я подтверждил, получил получение, что премьер-министра у него своего личного мнения нету, как выходить из этого кризиса. Им управляет Министерство энергетики, они ему кладут на стол отчеты, рисуют на бумаге графики, показывают, что нужно делать, и он с этим всем соглашается, и, видимо, у него нету своей личной позиции. Он только говорит о том, что пора бы, нельзя там, ну, как бы заниматься коррупцией, вот, то есть слова он говорит, там, ребята, нам нельзя воровать, ну, и все, у него вся в этом позиция заключается. Как я это увидел? Я написал ему письмо, задал очень много вопросов, а он взял, просто отписал Министерство энергетики, и мне вообще ответил какой-то зам. С этой историей-то уже все знакомы. И все-таки о новых тарифах, тарифах для трехфазников. Как вы считаете, насколько это законно вообще, за один и тот же товар, ну, неважно, каким он способом получен, брать с граждан Кыргызстана разную сумму? Я считаю, что надо было сделать более правильно, сделать, ну, 600 киловатт, скажем, по 70 тын, и неважно, трехфазник, однофазник, ну, 601 киловатт, будь добр, там, вдвойне заплатить, да, это было бы справедливо, на самом деле. Это все бы, мне кажется, большинство людей с этим согласилось, а сейчас как-то, ну, все это непонятно, это делается. Ну, вот если министр не самостоятелен, да, вот, отвечать на такого рода запросы, я не думаю, что тот же Артыкбаев сам принимает решение о повышении тарифов и так далее, он все равно их согласовывает с определенными лицами, известно с кем. Ну, давайте так, эти тарифы, во-первых, весь процесс начинается с простых маленьких специалистов, да, которые работают в Министерстве энергетики, и они там должны, естественно, прогнозировать, рисовать, ну, как бы я говорю, то, что должно в теории быть, да, они должны прогнозировать, как это должно помочь энергетике и так далее. Но у министра всегда есть рычаг принимать политическое решение, он может сказать, ребят, да, это правильно, но если мы это примем, будет социальное напряжение. Но видно, что никаких политических решений, как таковых, не принимается, принимаются те решения, которые, ну, рисуются, может быть, специалистами, возможно, они рисуют даже это неправильно, да, никто не проверял, насколько это целесообразно, никто не задавался, то есть задаются граждане вопросами, но на самом деле, чтобы вот так был внешний какой-то аудит. Чтобы были какие-то расчеты обоснованные, чтобы из них было понятно, почему это стоит столько, а другой товар стоит столько. Я этого не видел, например. А почему парламент самоустранился от тарифной политики? Ну, во-первых, это исходит из Конституции, в 88-й статье, где говорится о том, что правительство определяет тарифную политику. В принципе, да, есть в этом, как бы, зерно, но я считаю, что парламент должен был оставить за собой согласование. Почему? Потому что электричество – это такой очень острый вопрос. он, ну, повышение тарифов может иметь за собой социальные последствия, негативные социальные последствия. Поэтому я думаю, что, учитывая это, парламент мог бы, в принципе, оставить за собой этот вопрос. Всего же 7 депутатов проголосовало, кстати, против лишения себя полномочий по контролю за тарифами. Ведь это достаточно странная ситуация, учитывая то, что хорошо, но, допустим, отдали. Нет, это не странно, это удобная позиция, в случае чего мы можем сказать, мы, извините, ребят, мы этот вопрос не решаем, мы не отвечаем. Ну, это же не совсем правильная позиция, она удобная, но не совсем честная, скажем так. Согласен с вами. И, тем не менее, хорошо, отдали на откуп тарифную политику правительству. Почему, видя, как растет социальное напряжение, я, например, знаю о том, что жители Нарына собираются выходить по этому поводу на митинги, никто из депутатов, за редким исключением, не занимается этой проблемой, никто не разговаривает с министром энергетики, никто не вызывает их на ковер, не ставит вопрос о том, что это решение не вполне законно. Потому что, в принципе, это уже предполагает, что так оно будет. Этот закон, вы же помните, когда нам приносили стратегию повышения, стратегию тарифной политики, там уже указывались эти повышения, там уже указывались. Но потом правительство резко отозвало стратегию, поняв, что закон пройдет, то есть смысл согласовывать с депутатами эту тарифную политику, когда они могут сами без нас обойтись. Это уже было понятно, поэтому и депутаты сейчас, а как они будут вызывать на ковер, если они сами принимали такое решение? Они знали... Тем не менее, стратегию-то отозвали, но как именно будет, какими механизмами правительство собирается и какими шагами оно будет это повышение проводить? Об этом знали депутаты, об этом знали депутаты, что именно так и будет. То есть вот этот вопрос был заранее, скажем так, с ключевым большинством обговорен, и поэтому... Ну, в принципе, да. Ну, если будет неправильно сейчас вызывать на ковер, тогда министр энергетики скажет, ну, ребят, ну вы уж давайте определитесь... Нет, ну хорошо, оппозиция все равно может встать, например, и сказать, ребят, вы видите, как обостреется ситуация в стране? Я думаю, что оппозиция, да, она должна в первую очередь аргументировать не тем, что вот сейчас повысились тарифы и давайте на баррикады, да, а задавать правильно вопросы, да, и если правительство не может отвечать, тогда надо уже говорить, вот видите, у нас правительство не может даже ответить по таким правильным вопросам. А говорить о том, что вот тарифы поднялись, давайте на баррикады, ну, уже это данность, давайте уже с этим согласимся, да, просто надо как-то объяснять правительству, что это неправильное решение. Нет, я понимаю, да, об этом и стоит говорить, но почему этим никто не занимается? Я думаю, еще осень, еще месяц, еще три месяца впереди. Этот вопрос будет поднят, когда нужно будет зарабатывать политические очки. Ну, я думаю, что, ну, я лично эти вопросы понимаю не для того, чтобы поднять политические очки, мне просто как гражданину, как депутату интересно, да, допустим, получить ответы, и я знаю, что многие граждане задаются этими вопросами, поэтому я и пишу эти письма. Нет, все правильно, потому что вы один из немногих, скажем так, адекватных депутатов парламента, который, вот, не увлечен всякими конъюнктурными и предвыборными игрушками. Тем не менее, этот вопрос, как мне кажется, да, вот предстоящей осенью, как только граждане получат первые счета по новым тарифам, он обязательно всплывет, но на этом уже начнут зарабатывать очки. Скорее всего, так. Может быть, так будет. Может быть. Какие проблемы сейчас вас, как депутата, кроме повышения тарифов, беспокоят больше всего? Меня очень беспокоит то, что у нас практически правительство, да, большинство, да, в политике не занимается ускорением процессов принятия решений, не занимается вовлечением в управленческую эту среду молодое, это зрелое поколение, которое видит гораздо дальше. И меня беспокоит то, что сейчас просто принимается решение, которое внизу никем практически не исполняется, это просто решение на бумаге. Меня беспокоит то, что сейчас уже вот это вялотекущее управление, оно может привести к катастрофической ситуации. Постоянно надеяться на помощь других государств, это неправильно, потому что у них тоже есть свои проблемы, рано или поздно они об этом тоже скажут, да, и мы уже должны думать своей головой, да, как выкручиваться из этой ситуации. Не получится так, что мы будем просто там кормиться за счет другой страны. И меня вот это все беспокоит на самом деле. А вы считаете, вот как вы сами чувствуете, да, где-то ближе находитесь к центру принятия решений, хотя не так близко, но все-таки, наверное, чувствуете процессы, которые там проистекают. Насколько нынешней политической элите самой хочется получить какое-то обновление? Хочется так, чтобы не вымещать своих людей, понимаете? Им хочется попасть всем в историю, но они не знают, как это сделать правильно, да. И они бы хотели, чтобы это произошло само по себе. К сожалению, так, да. Они не хотят новых людей, потому что они им не доверяют, потому что им нужны доверенные, якобы доверенные лица, потому что они смогут там какие-то, может, свои дела какие-то решать, могут открыто какие-то вещи какие-то проводить. Вот такое в целом настроение. И говорить о том, что вообще кому-то нужно вот это вот обновление, если, как мы видели, дважды... По крайней мере, об этом постоянно заявляется. Вот вы посмотрите на все выступления. Нет, заявлять можно все что угодно. Вот в том-то и дело. Об этом всегда заявляется. Мы хотим привлечь молодые кадры, мы хотим, чтобы были новые управленцы. Ну, как-нибудь так, потом, когда нам будет 70, 80, вы потом сами по себе придете. Они почему-то подразумевают это так. Хотя говорят совершенно другое. Вот поэтому на министерские должности и приходят. Случайные люди и старая больная. Да, и поэтому приходят всякие певцы, понимаете, которые будут там, я не знаю, послами и так далее. И выход какой из этой ситуации? Вот дважды в истории парламента этого мы видели, как проходят назначения в кабинет министра. Я не думаю, что действующая коалиция, она сформирует суперновое какое-то правительство. Не будет этого однозначно. Пока будут управлять люди из своей обоймы. Люди, которые уже ранее, 10 лет назад, может, когда-то там были в этой системе, они могут приходить. Но я думаю, эта ситуация будет изменяться чуть позже. И даже не после новых парламентских выборов. И даже не после. Почему? Потому что в очередной раз пройдет та же самая политическая обойма. Ну, может, чуть-чуть обновиться там на процентов 30. А в целом управленческий состав, те люди, которые реально принимают решения, я думаю, они останутся те же самые. Выход такой, сейчас молодому образованному поколению надо объединяться в одну единую платформу, единую команду. И мы все-таки должны рано или поздно взять бразды правления в свои руки. Нам просто так их не дадут, это однозначно. Нам никто не скажет, пожалуйста, приходи, вот тебе министерство. Мы не случайные люди, понимаете? Туда будут своих случайных людей брать. Ну, тем не менее, вы каким-то образом прошли в парламент и сумели сохранить свое лицо? Хотя... А, согласен. Ну, на же меньшинство. Мы не можем, понимаете, мы не можем влиять на все политические процессы. Вот я откровенно признаюсь, я не могу влиять как депутат, как единица. Пусть даже нас будет пять. Мы не можем влиять на все политические процессы и на все политические решения. Даже если у вас будет сорок, вы не сможете... Нет, если будет сорок, поверьте мне, уже можно. Поверьте мне, уже можно. Если это будет даже оппозиция, эта оппозиция может правильно оппонировать. Может оппонировать так, что власти будут постоянно стыдны и им будет очень тяжело приходить в парламент. А сейчас абсолютно поровну, поверьте мне. Они приходят, они могут и без бумажки, и с бумажкой дать отчет. Они понимают, что их все равно одобрят, они понимают, что их все равно поддержат. Будет он плохо говорить, хорошо ли будет он говорить. Они понимают, что все равно у них все будет нормально, все это пройдет. Ну то есть сейчас все силы тех людей, которые находятся у рычагов принятия решений, направлены на то, чтобы сохранить существующую модель, которая гарантирует им безопасность и спокойствие. Именно в нынешней ситуации. Ну, в нынешней, да. Потому что мы же видим, никакой реформы, никаких реформ ни в правоохранительной, ни в судебной ветви власти нигде не происходит. Все эти реформы оборачиваются тем, что просто приходят свои люди, опять же, да, ту же судебную систему. Мы видим, что сколько им не заявляли о том, что будут бороться с ОПГ, ОПГ становится еще больше. И наоборот, одних там сопровождений сотрудников ГСИН отправляют за рубеж, а других держат с комфортом и потом отпускают. Ничего, они здесь все ходят. И чем больше у нас заявляется о борьбе с коррупцией, значит, коррупционеров становится больше. Коррупционеры, как, я не знаю, как маленькие дети, присасываются все сильнее к женской груди под названием государственный бюджет. Поэтому, я не знаю, ну, я не вижу, по крайней мере, каких-то реальных таких больших шагов. Я вижу энергетические реальные проекты, да, но они все не за счет нас и не за счет нашего потенциала. Они делаются за счет другого государства и за счет потенциала другого государства. Ну, борьба с коррупцией ведется все-таки? Если посмотреть на то, что учителей, директоров, врачей... Нет, 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 давайте, вот вы правильно говорите. Вы правильно говорите. На этом все ограничивается. Нет, это называется борьба с коррупционерами. Но борьба с коррупцией не ведется. Не устраняются условия для коррупции, понимаете? Много чего непрозрачное. И наоборот, сейчас стараются принимать решения там делать непрозрачные какие-то процессы. Вот с этим борьба не ведется. Условия должны быть созданы такие, когда человек просто не может дать и не может взять. А когда эти условия могут быть? Когда максимально все прозрачно, когда тот или иной чиновник быстро принимает решения. Ну тогда министрами никому из нынешней элиты не будет интересно работать. Мне так кажется. Ну, не, я бы так не сказал. Почему? Потому что, ну, просто для этого должна быть реальная политическая воля. И она есть у президента. И президент может в действительности, если сильно захочет, он может эти реформы сделать. Он может пригласить молодых людей. Он может там, скажем, позвать меня, сказать, у тебя какая программа. Может еще других там, за рубежом у нас. Да за рубежом, знаете, сколько грамотных людей у наших обучается. Может их пригласить. Сказать, какого ваше видень? Давайте вместе напишем. И вы постарайтесь реализовать. Если вы не реализуете, позор вам. И поверьте, молодые согласятся. Да практически в каждом... Старики в политике, я не скажу, что по возрасту старики. Старики в политике, они будут всегда саботировать. Они будут придерживаться консервативных взглядов. Они скажут, ну зачем, вы поймите, если мы это будем делать, это надо кого-то увольнять, перемещать. То есть миллион найдут причин. Сейчас даже ненужный орган, чтобы просто взять, ликвидировать, поверьте мне, вы натолкнетесь на такие преграды, они обоснуют свою необходимость. Так что вот, если мы уберем этот орган, то Кыргызстан просто перестанет существовать. Но ведь грамотные специалисты и вообще просто умные люди есть в любом министерстве. Но они на должностях начальника отдела, там заместителя какого-то. Но министры у нас абсолютно непрофильные люди, которые назначаются, исходя из... Ну случайно, да? Ну они, кстати, вот это вот случайно назначаются, мне кажется, меньше всего подходит. Это скорее всего создаются те же самые условия, о которых мы говорим. Создаются условия для того, чтобы извлекать выгоду из определенных вещей, там, из проведения тендеров, там, из тех же тарифов и так далее. Ну, понятное дело. Когда партии шли на выборы, партии тратили огромные средства. И пока мы не поменяем даже вот этот процесс, даже не процесс, а само избрание, не процедуру даже, а вот когда люди поймут, что нужно голосовать не за какие-то бонусы, не за какое-то там назначение на должность, не за то, что моего сына куда-то устроят, а за идею и за порядочных людей, когда начнут голосовать, тогда, я думаю, будут приходить более порядочные. Вот, пожалуй, мы и подошли к самому главному. Нащупали, так сказать, и обозначили источник всех проблем. Фактически можно говорить о том, что политика в Кыргызстане превращена в бизнес. Насколько это правильно и куда может привести этот путь? Я скажу вам это очень правильно. Почему? Потому что у нас капиталистическая демократия. Сейчас, чтобы прийти, допустим, к власти, ну, скажем, к депутатским мандатам, необходимо затратить порядка 10 миллионов долларов. И это невыдуманная сумма. Ну, почему? Сюда входит и политическая реклама, агитация, агитаторы, люди, то есть содержание офисов и так далее. Раздача денег, где голосовать? Не обязательно раздача денег, это проведение тоев различных, подарков и так далее. То есть это очень много сопутствующих таких расходов. Если где-то страна может обеспечить минимальный прожиточный минимум, да, или хороший уровень жизни, да, там вот эти вот проблемы, то, что происходит в политике во власти, избирателя меньше всего волнует. Но когда страна находится в тяжелом положении, когда растет уровень бедности, и богатые люди идут во власть, чтобы еще заработать на этом народе, то это, мне кажется, в корне неверно. И говорить о какой-то борьбе с коррупцией в таких условиях, наверное, очень сложно. Очень сложно. А еще когда все это смешивается с кумовством, тройболизмом, я не знаю, ну, это очень сложно на самом деле. Посмотрите, что происходит, когда люди приходят, опять же, в парламент, они начинают в первую очередь продвигать своих родственников. Я понимаю, если бы они продвигали грамотных родственников, грамотных друзей, это нормально, это, в принципе, во всем мире так и делается, когда человек приходит в власти, он и считает числа своих друзей, родственников, смотрит, да, и считает, кто более-менее грамотный, кто интеллектуально способен, да, а когда просто пропихивается, лишь бы мой работал там, и мой человек там был, вот это неправильно. И все-таки перемены, они ощущаются какие-то здоровые после, допустим, событий 10-го года, либо все осталось, как и было? Нет, перемены, они происходят очень-очень медленно. Ну, скажем, да, стабильность определенно уже, как бы, имеется. Нет там таких массовых митингов, пикетов. Может быть, после вот этой зимы они могут и быть, но пока их нет. Энергетические проекты начинают реализовываться, в принципе, да, это, на самом деле, очень хорошие такие проекты. Строятся дороги, север, юг, там, то есть вот такие инфраструктурные проекты какие-то делаются. Ну, в целом, в плане, вот, скажем, образования, самое главное, да, отрасль, на самом деле мало чего делается. Поехать только в регионы, в Бишкеке еще более не менее, поедете в Баткен, я вот один раз в Ваше был, в школе общался со школьниками, мне одна девушка просто, ну, убила, да, просто-напросто, да, своим заявлением о том, что надо заставить там русских разговаривать на кыргызском, и надо, чтобы в России разговаривать на кыргызском, когда она сказала, почему-то мы на русском разговариваем, а там, допустим, россияне на кыргызском не разговаривают. Я тогда ее спросил, ну, как бы, она знает, ну, где находится, на самом деле, это Россия, и вообще какая, да, на карте. Вот, понимаете, в видимой географии, да, там очень сложно ведется, либо вообще не ведется этот предмет. В плане образования у нас очень-очень плохо. Если бы не турецкие школы типа СИБАТ, если бы не американский университет, если бы не российские какие-то университеты, да, то есть, если бы не немецкая школа, мне кажется, было бы очень плохо. Поэтому хорошо, что у нас еще есть иностранные какие-то образовательные учреждения. В плане здравоохранения, здравоохранения, посмотрите, что улучшилось? Да, покупается оборудование, но зарплата врачей не растет. Врачи не могут работать на новом, современном оборудовании. Вот в здравоохранении тоже очень печально все складывается. Сколько я с людьми встречаюсь все больше и больше с каждым годом, инвалидов на 5 тысяч, на 10 тысяч становится больше. Это о чем говорит? О том, что правительство совершенно не работает над профилактикой инвалидности, над семейным планированием, об этом вообще никто не думает. На самом деле, мы эту проблему уже получили, но пока еще не осознаем, что это проблема. Некогда этим заниматься, потому что нужно отработать то, чтобы в выборы было вложено. Нет, этим занимаются, пускай парламентом думают от выборов до выборов, но я считаю, что сейчас на главной арене у нас президент, и он может сдвинуться с точки зрения. Он может, поверьте мне. Кстати, вы вот девушку вашу вспомнили, встреча с которой произвела на вас впечатление. А некоторые выступления ваших коллег на вас не производят схожие впечатления? Инициативы, законы и так далее. Вы знаете, некоторые, я-то там, внутри этой системы, я слышу их заявления, не всегда они глупые, как представляют это средства массовой информации. Поверьте мне, средства массовой информации, они тоже порой где-то вырезают, допустим, телевидение где-то выдергивают из контекста. И получается, вот. И бывает, что и мои слова выдергивают из контекста, я же удивляюсь, неужели это я заявил такое, да? Ну, поверьте мне, и в большинстве случаев журналисты, они не специалисты, они очень много ошибок делают. И это приводит к такому непониманию, да? Люди думают, а, там одни глупые люди сидят. Поверьте мне, в парламенте не сидят глупые люди. Не сидят глупые люди. Там просто сидят люди, которые с бизнесом, я говорю о большинстве, которые думают, как умножить свой капитал, ну, еще и, возможно, там попасть в историю страны, сделав какое-то маленькое дело. Ну, два человека уже попали в историю страны, так что не вырежешь. Может быть. Ну, и в завершении у вас есть возможность, вы можете обратиться. Я знаю, у вас большая аудитория, вы работаете с избирателями в интернете, общаетесь с ними, отвечаете на вопросы. Я постоянно встречаюсь с людьми. Я хотел бы сказать, что не надо, несмотря на весь вот этот негатив, который происходит, там, электричество там растет в цене, налоги растут, бензин растет. На самом деле эти процессы, вот если проанализировать, проанализировать с точки зрения экономики, они происходили всегда и будут происходить всегда. И это не повод, чтобы отчаиваться, да, там, смотреть на жизнь или на мир как-то депрессивно. Наоборот, я считаю, у нас есть своя голова, у нас есть мечта, да, у нас есть воображение, мы должны мечтать, надеяться, мы должны верить в лучшее, мы должны веселиться тому, что нас окружают близкие, наши, родные. Мы должны радоваться каждому дню, да, несмотря на вот эти все перипетии. Политика, политика, экономика, экономика, но мы должны радоваться, что мы вообще есть, что Бог нам дал жизнь. И хотел бы вас всех попросить просто радоваться элементарным вещам, делать побольше добрых поступков. Чем больше добра вы делаете, тем больше миру радости вы приносите. И еще в завершении хотелось бы сказать, что, ну, скоро, я думаю, мы начнем потихоньку объединяться. Мы, это молодое поколение, молодое не только в возрастном плане, но и в плане видения, в плане новых свежих идей, мы должны объединяться. Это нас заставляет просто объединяться, и это хорошо на самом деле. И я думаю, мы придем к полноценной, уже придем к такой власти, когда мы сможем управлять, и управление наше будет успешным. Спасибо. Вот давайте на этом позитиве и закончим. Я напомню, что в студии Кабарлар Кейджи был депутат парламента Дастан Бегешев. Всего доброго, спасибо.